Наткнулся тут намедни на одну замечательную цитату бывшего президента Украины Януковича «Я мечтаю, когда в конце концов в нашем государстве выборы отменят. Они уже всем надоели, и мне не меньше, чем вам. Честно, мне что-то подсказывает, что до данного измышления Виктор Фёдорович не сам додумался. Скорее всего, подслушал на каком-нибудь саммите глав государств СНГ. А реальным автором мысли может быть «Да кто угодно, там мастодонтов-то хватает». Назарбаев, Лукашенко, Рахмонов и бла-бла-бла, ну и наш светлейший, конечно же. И каждый не отказался бы от коронации, мне думается. Ладно, начинаем. Впрочем, мне в этом смысле ближе другой афоризм. Плохие власти выбираются к хорошими гражданами, которые не голосуют. Я к чему сейчас об этом заговорил. А просто наша славная оппозиция в очередной раз, видимо, почувствовав, что почва из-под ног не просто уходит, а конкретно хилять начинает, завела старую шарманку, а давайте эти выборы бойкотировать. Имеется в виду выборы президента в марте 18-го. Вот, блин, простите, нет, чтобы что-то толковое придумать, по-настоящему толковое. У них же там толпы креативщиков, волонтеров каких-то, сочувствующих. Так они опять эту ерунду, скажу больше, глупость из пыльного сундука достали. Сейчас перейдем к конкретике. Это реальная журналистика сегодня о том, как нас с вами снова кинуть хотят. Поехали! А самое обидное, что данную бредовую идею сейчас подхватят сначала свои журналисты и блогеры, затем бестолковые журналисты и блогеры и потащат ее в массы. Но сказать в данный момент хочется не об этом, а о том, что меня наша оппозиция, Алексей Анатольевич в том числе, с каждым днем все больше и больше разочаровывают, но обо всем по порядку. А ведь как все начиналось? Полтора года назад, когда Алексей Навальный заявил о своем желании участвовать в президентской кампании, я подумал, ну вот он, мужик, этот парень точно сможет повезти за собой протестников, вывести их на улицы, показать уже, наконец, чимушам, кто здесь власть. И он их вывел. Людей в смысле власть струхнула, народ загорелся. Да что там, я сам загорелся и поверил. Но согласитесь, любой протест должен иметь хоть какое-то развитие. Цель, идею, что дальше? Прошло огромное количество времени, оппозиция ничего, кроме митингов, собственно, не предлагает. Вышли, пошумели, разошлись. Снова вышли, пошумели, разошлись. Затем еще раз. В последнее время вообще люди сами по себе на этих митингах тусуются, потому что одни лидеры в момент массовых протестов сидят или находятся в изгнании, а другие протестуют, конечно. Но не совсем с народом, а в теплых студиях радио «Свобода» или «Эхо Москвы». Понятно, что запал у народа к данной забаве начал угасать, а тут еще и самого Навального из избирательной гонки выбросили. Ну или почти выбросили. Мальцев вроде давай говорить. Ребята, 5 ноября революция. Как она это отреагировали? Другие оппозиционные лидеры давайте вспомним. Значит, как я отношусь к революции 5-го, 11-го, 17-го? Я сторонник митингов. В данном случае я бы сказал никак. По мне такие вот заявления что-то сродни той неловкой ситуации, когда после ночи, проведенной с девушкой, ты говоришь «я тебе позвоню». Кто-то может мне возразить, они в регионах огромные толпы людей собирают, не сидят сложа руки, несмотря на запреты. Но давайте будем честными. Те массовые мероприятия, что Алексей Анатольевич проводит по городам и весям, больше напоминают концерт какой-нибудь заезжей звезды, нет? Разве что билеты не продают. Ну и теперь к главному. Что дальше? Ну что вы можете нам предложить, кроме митингов? Куда нам двигаться? А дальше нам опять предлагают, а давайте не пойдем на эти выборы, покажем свое фи. Уже смешно. В сентябре 16-го не пошли. Итог. 75% Единой России. Она сроду столько не набирала. В сентябре 17-го опять бойкотировали. И опять власть нам сказала за это спасибо, ребята. Двух раз не хватило. Но умиляет другое лад на политике. Но ведь и просто приличные люди в эти игры начинают ввязываться. Пример, пожалуйста. Блогер-миллионник Дима Камикадзе, например. И я фонарел, когда это услышал. Главное, когда закончится этот бойкот, определить, сколько людей из потенциальных, которые могли проголосовать, не пошли на выборы. Общее число это выяснить. Потом выяснить, сколько из тех, кто пришел, проголосовали за Путина, понятное дело. И потом начать считать процент, вычитая оттуда военных людей, которые обязаны, полицейских, бюджетников, прочих людей, подневольных, так сказать. Дима, я тебе и до выборов все это посчитаю. Итак, внимание на экран. Спасибо за помощь, кстати, моему коллеге Ёшкину Кроту. Субтитры подогнал «Симон» И все 33 миллиона бюджетников – это не просто бюджетники. Это еще и избиратели, которые, как ты справедливо заметил, в приказном порядке придут и проголосуют за стабильность. Согласен, не все. Какая-то часть этих людей все же не захочет идти на сделку с совестью, но уверен, их будет немного, и ты сам это знаешь. Вот и считаем теперь. Миллионов 25-27 голосов у режима уже есть, из числа бюджетников. Добавь туда же пенсионеров. Не всех, но какую-то часть, а это еще миллионов 10. Людей, которые вообще ничем не интересуются и кроме Путина никого не знают, как думаешь, за кого эти граждане поставят галочку? Не забудь про каких-нибудь студенток, которые голосуют за Владимира Владимировича, потому что он прикольный. Ну и среди небюджетников найдется немало наших сограждан, которым царь импонирует. В сухом остатке 40-45% реально честных голосов у ВВП уже есть. Осталось только нам на выборы не прийти, чтобы эти 45% превратились в 75 или даже 80. Ты же не хуже меня, знаешь. Голоса считаются не от общего числа избирателей, а от количества пришедших на участки людей. Так что, бойкотируем. Ах да, чуть не забыл вот про этот замечательный феномен, который не может не радовать. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Гордон, мне 37 лет. И я решила воспользоваться своим правом и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента. Я мать двоих детей, журналист с 10-летним стажем. Я учредила собственную юридическую компанию и уже пятый год занимаюсь защитой прав женщин и детей в нашей стране. Именно, я про этих двух барышень, которые одна за права женщин идет бороться, другая как графа против всех. Уверен, это еще не все статисты. Какой-нибудь Миша 2% по дороге пристегнется, еще кто-нибудь. Ребят, я один понимаю, за каким чертом на эти выборы идут данные гламурные девчули и прочие Миши, но это же очевидно, по-моему. Нас в очередной раз хотят развести по старой доброй схеме, размыть голоса, ведь не дай бог. Обозленный народ возьмет, да и проголосует за какого-нибудь Явлинского, чтобы назло врагам. Это ж нельзя. Почему бы нашим оппозиционерам вот об этом не подумать? Раз демократию запретили, ну начните вы все дружно агитировать за того же Явлинского. Не хотите за Явлинского, за Зюганова агитируйте? Но так, чтобы все ваши сторонники проголосовали за кого-то одного, глядишь, хоть на второй тур, может быть, наковыряем, на реальный второй тур. Почему вы этого-то не сделаете? И на каком поле вы вообще играете, хочется спросить в первую очередь, конечно же, Алексея Анатольевича. Дмитрий, хочу сказать и вам, а в том, что вы не играете, я уверен, на 100%, и все-таки, знаешь, бывают расклады, когда играешь ты, а бывают, когда играют тебя. Это была реальная журналистика, и сегодня вот так. На моей страничке в Ютубе, ссылка на нее сверху, вы найдете больше полезной информации, заходите, знакомьтесь. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, в друзья добавляйте с темы, предлагайте, под ними мы обсудим, а? Я за сим спешу откланяться. Все, пока! Пока! Добро пожаловать к нам! Мы не просто играем, мы обсуждаем, что у нас в стране происходит. А происходит у нас много всего веселого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok